Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. На повестке экономического календаря этой недели, в частности, прям начнем с текущей торговой сессии, сегодня ждем в 15.30 по GMT выступления главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Напомню то, что мы ранее верно спрогнозировали потенциал ослабления главного валютного риска европейской валюты. Были цели 1.07, далее целевой ориентир поехал к планке 1.06 и сейчас, вероятно, даже находится еще ниже. Я думаю, то, что в перспективе среднесрочной, скажем так, европейская валюта обязательно достигнется поддержки уровня 1.05, потому что за последнее время мы убедились в том, что контраст монетарных политик и ЦБ ФРС стал более выраженным. И эту возможность нужно использовать. То есть у европейской валюты сейчас очень мало шансов против американского доллара навязать какую-то фундаментальную борьбу и показать достойное сопротивление. Хотя это, наверное, сейчас свойственно буквально для всех рисковых инструментов. Завтра нашему вниманию будет представлен отчет индекс активности в сфере услуг США. Очень важный релиз, который является еще одним индикатором общего состояния американской экономики. И вообще в рамках этой недели будет очень много американской статистики. Нам нужно сейчас получать больше макроэкономических данных, потому что это, по сути, установка Федрезерва. То есть решение, касающееся снижения ключевой процентной ставки, будет зависеть от тех отчетов, которые впоследствии будут опубликованы. Но судя по всему, судя по тренду усиления инфляционного давления, я думаю, что американский регулятор, к сожалению или к несчастью, в зависимости от того, как вы оцениваете перспективы американского доллара, все-таки будет транслировать идею того, что снижение процентной ставки нужно переносить на более поздний период. Мы как раз на этой идее с вами заострили внимание очень давно, поэтому сделали ставку на рост американского доллара и оказались правы. За последние три недели американская валюта достигла сопротивления 105 и сейчас все еще сохраняет потенциал для роста. Котируется уже поближе к планке 106. Также в рамках этой недели в среду выйдут данные по роничным продажам Канады и в среду выйдет отчет по заказам товара длительного пользования. В четверг будем анализировать годовые данные по ВВП США и традиционный отчет для четверга, первичные заявки на пособие по безработице. И закрывать неделю будет заседание Банка Японии в пятницу. Также в пятницу выйдет блок статистики снова США, личные доходы, личные расходы. Очень внимательно сейчас следим за японской валютой, я призываю вас. Друзья, прям даже не буду давать никаких рекомендаций. Если вы находитесь в длинных позициях, обязательно нужно уже фиксироваться, потому что вероятность валютных интервенций достигла просто каких-то немыслимых уровней. И эти интервенции могут начаться в любой момент. И к тому же заседание Банка Японии с выступлением главы японского регулятора, это тоже может быть как бы почвы для вербальных выступлений, высказываний вербального интервентного вмешательства, что может очень сильно поддержать позиции японской валюты. Мы уже неплохо заработали на росте пары доллар-иена, тогда когда все буквально говорили о том, что выше отменки 150 иен за доллар пара не пройдет, мы все-таки рискнули и положились на рыночный сантимент. Кстати говоря, вы могли убедиться в том, как идеально он отрабатывает, когда на рынке очень серьезный перекос между покупателями и продавцами. И тогда как раз мы говорили о том, что в продажах находится 80% трейдеров, поэтому сделали ставку на рост пары до отметки 153 иены за доллар, и эта цель себя отработала в полной мере. Индекс доллара, как я уже отметил, в районе 106 пунктов мы наблюдаем за этим инструментом, это еще не предел для роста. Учитывая, как доллар набирал обороты в последние недели, я не сомневаюсь, что американская валюта, индекс доллара сможет прорваться даже выше 107 пунктов. Геополитика, повышенный спрос на защитные инструменты, на доллар, монетарные факторы, это фон, который остается основной движущей силой для американской валюты. Мы могли убедиться в том, что процесс дезинфляции явно застопрился в США. Последние три месяца мы получаем свидетельство того, что инфляция в Штатах растет. Есть предварительные индикаторы того, что потребительская активность остается повышенной, что, соответственно, вносит свой разгоняющий, скажем так, вклад в показатель индекса потребительских цен. Роничные продажи, это статистика прошлой недели, в прошлом месяце выросли на 0,7%, прогноз предполагал рост на 0,4%. Показатель февраля был пересмотрен с 0,6% до 0,9%. Продолжаем следить за комментариями представителя американского регулятора, в частности, глава ФРБ регионального отделения ФРС Сан-Франциско Мэри Дели подтвердила, что в текущих условиях глупо даже менять ключевую процентную ставку. Я с ней абсолютно согласен. Глава ФРБ тоже регионального отделения ФРС Нью-Йорка Вильямс, который по совместительству является еще и глазующим членом американского регулятора, дал понять то, что лишь нахождение ставки на текущем уровне 5,5% это база, которая ограничивает дальнейший рост инфляции. Если бы американский регулятор пошел на более раннее снижение ключевой процентной ставки, то, возможно, инфляция была бы сейчас уже выше 4%, и это было бы уже самым настоящим головняком для американского регулятора. Вероятность снижения ставки в июне сейчас составляет 16,5%. То есть, можно сказать, что в июне ставку не снизит. Но я даже больше скажу. Те инвестбанки, за которыми я наслежу, уже пересмотрели свои ожидания того, как и что будет делать американский регулятор. Если еще месяц назад многие из них допускали, что американский регулятор снизит ставку 2 или 3 раза в этом году, то сейчас планы очень сильно изменились. Bank of America, Deutsche Bank, Citi считают, что будет одно снижение ставки в конце этого года, а, например, аналитики со Citi Generalis считают, что в этом году американский регулятор так и не созреет на решение, которое будет связано со смыщением национальной монетарной политики. Главный вывод – условия идеальны для роста доллара, поэтому ждем укрепления американской валюты. Евро против доллара 1,0664. Сегодня состоится выступление Кристин Лагард. Напомню, что ее речь и интервью телеканалу СМБС на прошлой неделе подтвердило, что ИЦБ приближается к снижению ставки. Решение об этом будет принято в июне. Напомню, ФРС откладывает решение по смягчению национальной монетарной политики, поэтому ИЦБ будет, разумеется, первым из этих двух регуляторов, и это окажет еще большее давление на главный валютный риск. Британская валюта – жертва статистики. Уровень безработицы – 4,2%, прогноз – 4%. Роничные продажи – нулевая динамика, прям очень плохая статистика. Индекс потребительских цен снижения с 3,4% до 3,2%, поэтому у Банка Англии есть возможности для тоже более раннего снижения ключевой процентной ставки. Вряд ли это решение будет принято в июне, но это точно последует, может быть, в третьем квартале. Я даже не сомневаюсь в этом. Хотя буквально еще несколько месяцев назад на рынке была идея того, что Банк Англии отложит снижение ставки на 2025 год. Но мы видим то, что текущие махоэкономические данные заставят Банк Англии действовать. Поэтому на фунте мы очень хорошо заработали уже за последнее время. Все целевые ориентиры достигнуты. Я предлагаю смотреть еще пониже, к уровню 1,23. Доллар канадец. Здесь ждем роста выше отметки 1,38. Данные по инфляции с прошлой недели. Снижение базовой инфляции с 2,1% до 2%. И за неделю до этого Тиф Макли, который является главой Банка Канады, давал понять, что если базовая инфляция снизится, то и Банк Канады снизит процентную ставку в июне. Ждем это решение и, соответственно, продаем канадский доллар против американца. Доллар-франк. Цель 0,92. Снижение ставки повторное. Еще одно со стороны Национального банка Швейцарии в июне. Более чем вероятно, учитывая значительное стабление инфляционного давления. Поэтому 80 пунктов. Потенциал роста все еще сохраняется. Это как раз целевой ориентир, который мы выставили ранее. И бренд. Буквально в прошлый понедельник я рекомендовал шортить этот инструмент, поскольку сделал акцент на то, что опасения, связанные с предложением, отойдут на второй план и уступят место опасениям, связанным с спросом на нефть. Единственный фактор, который сейчас заставит меня отказаться от коротких позиций по нефти, это значительная эскалация напряженности или усиление конфликта между Израилем и Ираном. Но оптимист во мне, я думаю, что так же, как и вас, сейчас позволяет предположить, что все-таки более серьезной конфронтации между этими регионами уже не будет. И, соответственно, не возникнет рисков для перебоев поставок. Если это случится, то мы вернемся, опять же, к рынку нефти с другой точки зрения. Ну а пока короткие позиции в приоритете. Целевой ориентир по бренду 85 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!